Денотаты, экстенционалы, как их надо называть. Ну вот, я бы сказал так, статус существования этих объектов, статус. Вот масса, масса, да? Масса, после того, что сделал Эйнштейн. Вот как эта масса, вот она существует, вот каков ее антологический вес, статус. Смотрите, сколько здесь сложностей возникает. И вот это высказывание Куайна, стрессовое, шоковое. Пишет, физические объекты, хотя бы та же самая масса, Физические объекты концептуально вносятся в ситуацию. Физические объекты концептуально вносятся в ситуацию. Как удобные промежуточные понятия, запятая, как удобные промежуточные понятия, Сравнимые гносеологически, сравнимые гносеологически с богами Гомера, точка запятая, с богами Гомера. С точки зрения гносеологической обоснованности, С точки зрения гносеологической обоснованности, Физические объекты и боги Отличаются только в степени, Физические объекты и боги отличаются только в степени, запятая, А не по существу. С точки зрения гносеологические обоснованности, Физические объекты и боги отличаются только в степени и по существу. Ну а что здесь скандального? Физические объекты поставлены в один ряд с чем? С мифологическими химерами. Понимаете, да? Конечно, здесь все утрировано. Конечно, здесь есть элемент сознательного, интеллектуального эпатажа. Но что хочет сказать Хуань? Что не нужно бессмысленно искать за понятием теории что-то натуральное, реальное. Как не нужно богов Гомера адреслять с чем-то реально существующим. Пан, да, там, скажем, там, или там, Посейдон или кто угодно, да? Это мифологен. Ну, и черт благодаря, это сделано с вызовом, это сказано провокативно. Но Хуань хочет сказать, что эти объекты сдаются, прежде всего, языком. Как боги Гомера – факты языка, так и вот эти объекты есть факты языка. Хорошо. Значит, антологическая относительность, что она означает? Она означает, что каждая теория – это, как бы, своя система отсчета. Своя система отсчета. Вот здесь идет аналогия с теорией относительности. Аналогия. Эвристическая аналогия, не надо ее понимать буквально, да? Аналогия. Вот я создал теорию. Нитоновская механика – это система отсчета. В этой системе отсчета понятия определены, хорошо или плохо. Никогда они не могут быть доопределены до конца. Но они работают, они в этой теории вполне удобны. Эйнштейновская теория. Другая система отсчета. Для того, чтобы перейти из одной системы отсчета, я должен сделать перевод. Но что здесь общее? Вот, как показал Эйнштейн, что вот нет абсолютного фона, вот нет абсолютной шкалы, которую можно привязать, привязать все системы отсчета. Так, Куайн показывает, что нет вот такого общего фона для теории, скажем, нету мира идей. Вот я на мира идей проецирую все теории, и сто теорий. Каждый по-своему понимает понятие массы, но все эти понятия можно спроецировать на абсолютную идею, на абсолютную идею и показать, что это вариация одной и той же идеи. Это невозможно. Нету. Нет абсолютно ничего. И вы поймите, да, хорошо. Значит, почему есть невыходимость в переводе? Почему есть невыходимость в переводе? Ну, вы поймите, почему. Вот у меня есть моя система отсчета, я в ней нахожусь, но я должен сделать привязку. Мне вариться в собственном соку как-то не пристало. Это понятно, да? Я хочу понять, где я нахожусь. Так, верно, да? Но раньше я это делал очень просто. Вот был абсолютный фон, было абсолютное пространство. Я, не уходя из своей лаборатории, говорил, вот, я здесь, так. Я привязан к абсолютной системе отсчета. Абсолютная система исчезла, рухнула. Но то же самое в науке, да? Я хочу понять себя, свою теорию, и поэтому я ее соотношу с другой системой отсчета. Другой системой отсчета, так? Вот. Теория относительности. Две системы отсчета. Вот относительно одной системы отсчета я что-то говорю. Я свою систему отсчета связываю с другой системой отсчета. Если я останусь без этой привязки, то я... Ну, о чем вам буду говорить? Мне не о чем сказать, понимаете, да? Мне нужна другая система отсчета. Нет абсолютного фона, нет абсолютной системы отсчета. Есть много других системы отсчета. Вот я выбираю какую-то или несколько сразу, да? И я должен искать думать об инвариантности. Как сделать так, чтобы законы моей системы, при привязке другой системы, отчет остались теми же самыми законами. Это теория относительности. Но Коэн хочет показать, что нечто подобное, это очень интересная аналогия. Очень богатая аналогия. Имеет место в науке, так? Вот я создал теорию. И это, чтобы ее понять, я должен ее прединтерпретировать, я равен на другой теории. Так. Это была зоопсихология. Я изучал объективистки, психологию животных. А теперь есть этология. Вот интересно сравнить этологию и зоопсихологию. И когда это сравнишь, то очень большие результаты получаешь. И ты понимаешь, куда шагнула этология относительно зоопсихологии. Что здесь нового, что здесь прогрессивного, так? Вот мы постоянно нуждаемся в переводе. В переводе, да? Значит, у нас нет единой абсолютной антологии. У нас нет единой абсолютной системы семантического отчета. Смыслового отчета. Понятийного отчета. Так. Мы должны вот работать во множестве систем отчета. Должны стремиться к самопониманию. И оно возможно на основе конвенции, на основе дискуссий. Но оно никогда не будет стопроцентным. Вот проблема радикального перевода. Никогда нельзя перевести один к одному. Всегда будут искажения, всегда будут наложения. И с этим надо считаться. Вот так устроен мир. Принцип антологической относительности Уиларда Куайна. Так. Теперь, с вашего разрешения, я хочу пролистать свою книжечку. И что там можно добавить к этому? Да. Напоминаю вам, что давайте сделаем такую ретроспективу. Что Куай начал как поклонник венского кружка и стал спорить с двумя догмами. Так. Так. Радикальный перевод является принципиально неопределенным. Так. Антологическая относительность. Миф о музее. Поведение очень важно для понимания языка. Смысла задаются поведением. Это прежде всего поведением. И поэтому размывается границами между аналитическими и синтетическими понятиями. Еще раз. Вот. Хочу запишеть одну мысль Неопределенностьradикального перемода Вот золотые слова. Неопределенность радикального перевода Означает не просто неопределенность Я так говорил. Но сейчас хочу вот цитата закрепить. Ведь неопределенность радикального перевода означает не просто неопределенность значения, но и неопределенность референции. Вот это, конечно, страшно, но это мощно. Но и неопределенность референции, запятая. Невыясняемость. Хороший перевод русский, очень хороший. Невыясняемость. Слово такое необычное. Неологизм, можно сказать. Невыясняемость предмета, к которому относятся имя. Непределенность радикального перевода означает не просто непределенность значения, это ладно, но и непределенность референции. Мы не можем пробиться к тому, что мы называем объектом теории. Но референция, хочу добавить, она, конечно, хороша, когда есть возможность астенсии. Астенсия, помните терминовый отдел? Когда можно указать пальцем. Вот это и есть то, да. Очень много сказано интересного по поводу так называемой непосредственной астенсии и смещенной астенсии. Ну ладно, это мы пропустим. В общем, я хочу найти еще несколько цитат. Ну видите, вот смотрите, значит, смотрите, да. Вот теория, она всегда требует, никогда не возникать на простом месте. Вот должно быть так вот, извините, понятие предпосылочная теория. Предпосылочная теория, то есть то, с чего я начинаю, да. И я перевожу, я эксплицирую с языка этой предпосылочной теории на язык в теории более развитый, так. Есть в этой предпосылочной теории, могут быть так называемые примитивные понятия. Примитивные, то есть не требующие каких-то там определений, хотя эта примитивность может быть очень коварной, и она обернется бесконечным регрессом, да. Вот это, вот это невозможно остаться наедине со своей теорией. Или я ее сравниваю с предпосылочной теорией, понимая, от чего я отошел. Или я сравниваю ее с конкурирующими теориями. Я все время озабочен проблемой интерпретации, значит, переинтерпретации и так далее. Да. Вот, все пишем у себя, еще одну цитату. Главный релятивистский теорий с Куайном, почему я это перелистываю все. Вот Куайном пишем, да. Нет смысла говорить о том, что представляют собой объекты теории сами по себе. Нет смысла говорить о том, что представляют собой объекты теории сами по себе. за пределами обсуждения. За пределами обсуждения вопроса о том, за пределами обсуждения вопроса о том, каким образом интерпретировать или переинтерпретировать одну теорию в другую. нет смысла говорить о том, что представляют собой объекты теории сами по себе, вот это, сами по себе, понимаете, вот это главное, да. Мы все хотим этого, вот, мир сам по себе, природа сама по себе. Это значит, что мы хотим отрезать от мира самого по себе, хотим отрезать свою субъективность, а хотим отрезать свой язык. Куайном показал, что это принципиально невозможно. Объекты теории сами по себе. За пределами обсуждения вопроса о том, каким образом интерпретировать или переинтерпретировать одну теорию в другую. Ну, возникает тут каскад теории, субродина нация теории, да. Вот они одна поверяют друг другую. Бессильственно говорить, каковы объекты теории, почему они такие, можно говорить только в соотносительном смысле, вот соотносительная относительность, релятивизм. Ответ имеет только относительный смысл. Что есть в Фе? Помните, я говорил, да, вот сейчас засчитаю, как это. Ответ можно получить только обращением к следующему термину. Фе есть Ге. Ответ имеет только относительный смысл. Смысл относительно к некритическому приятию Ге. Понятно это, да? Вот это бесконечный регресс. Одно определяет через другое, одно интерпретирует через другое. Как бы это все оборвать и добраться до какого-то основания исходного. Да. Вот еще раз хочу. быть значит быть значением связанного перемена. Возвращаясь к этому тезису. Но что хочу сказать Куайн, вот все это, что мы уже с вами изучили, да? Но объект, объект, да, это это квантер, это переменная, это переменная. Так. Объект это есть, ну, как сказать, продукт мышления, в конце концов. Ну, что, так скажем, да? Так. Вот. Вам неплохо? Да. Это неплохо. Дальше. Да. Вот в связи с холизмом, в связи с холизмом, значит, Куайна, еще вот хотел бы, так сказать, но вот эту идею холизма начал развивать в начале 20 века прекрасный французский физик и философ Дюгем. Дюгем, да? И есть вот такое понятие в философии науки принцип Дюгема Куайна. Это идея холизма. Вот Дюгем развивала идея холизма. Но пока это у него было очень так смутно провержено. Вот я хочу сейчас, чтобы вы записали Куайна слова, где вот резюмируется сущность сущность холизма. Значит, мы хотим эмпирически осмыслить свои термины. Мы занимаемся верификацией, мы движемся к атомарным понятиям, к атомарным предложениям. Вот говорит Коэн по этому поводу. Единство меры единство меры эмпирической смысленности единство меры меры эмпирической смысленности смысленности дает сама наука в ее глобальности. Единство меры эмпирической смысленности дает сама наука в ее глобальности. Повторяю еще раз, единство меры эмпирической смысленности дает сама наука в ее глобальности. То есть грубо говоря, надо верифицировать всю науку, а не отдельное предложение. Надо брать разом все науку в целом. любая теория по существу признает те и только те объекты, которым должны иметь возможность относиться к связанной переменной, чтобы утверждение теории были истинными. но это повторение этого тезиса, да? Так, еще. Высказывание в физических объектах не надо записывать. Я это говорил, да, нельзя подтвердить или прервнуть путем прямого сравнения с опытом. Потому что сами эти объекты, вы понимаете, они настолько объекты языковые, что вот их так вот, вот массу, да, вот, какая есть в науке, вот так состревать с любой массой эмпирической невозможно. Радикальный перевод. Ну вот, не надо зависеть, просто прочитаю, да, как понимание языка. Язык есть социальное искусство, которого мы достигаем на основе очевидности демонстрируемого поведения в социально познаваемых обстоятельствах. Язык есть демонстрируемое поведение, демонстрируемое, то есть открытое, и обращающие на себя внимание, и так далее. Вот, перевод не есть сопоставление вещей смыслов с вещами, это невозможно сделать. Адологический релятивизм, вот его, как бы, это мое обобщение, да, нелепо рассуждать об объектах вне значимости наших дискурсов, наше представление в объектах всегда располагается в контексте наличных теорий, сущее как таковое вне поля устанавливающих его языка и теории немыслимо. Понятно это, да? Еще раз повторяю, вот три таких положения хотите записать как цветок? Нелепо рассуждать об объектах повторения того, что я говорил, ну, не надо записывать, вот усвойте, нелепо рассуждать об объектах вне значимости наших дискурсов, то есть наших размышлений. Объекты сами по себе, оставьте это, вы завязаны на языке и никуда вы не убежите от языка. Второе, наше представление об объектах всегда располагается в контексте наличных теорий. Объекты это значение переменной, понимаете, это факт языка. Сущие как таковое, ну да, мы очень хотим, да, оно есть сущие как таковое, но в языке через язык, через лингвистическую реальность, вне поля устанавливающих его языка и теории немыслимое. Вот это очень важно. Сущие как таковое, вот антология абсолютная, безусловная, антология максималистки, это то, что было идеалом платонизирующей науки со времен античности. вот антологии нет, антологии относительно, относительно языка. Так, но по поводу вот переводимости, вы знаете, вот это очень важно нам повернуть еще в каком плане, вот взаимопонимание, взаимопонимание. Мы же постоянно переводим переводим язык свой на язык чужого, язык чужого на язык свой, не в смысле чужой язык, а чужой человек, чужой я. Так, вот, здесь нам нужно быть очень внимательными, очень гибкими, понимать, что понимание вот такое стопроцентное, но если возможно, может как-то в акте любви, когда вот два человека абсолютно совпадают с внутренними мирами, а так всегда есть расхождение, всегда есть какие-то вот люфты, да, и зазоры, и понять другого на сто процентов невозможно. Вот этот перевод, он нет такого перевода стопроцентно адекватного. Но вот есть поведение, все наши понятия основаны на браематических соображениях. так, хорошо, так, да, вот мы переводим, да, с терминов одной теории на термин на другую теорию, это то, чем занимается постоянно наука. холизмом, да, есть такое выражение, переводить надо не одно слово, вот ты пишешь, это холизм, переводить надо не одно слово во всю систему, вот холизм, переводить не одно слово во всю систему. Я такие даю штрихи сейчас, не совсем упорядоченные, но это нормально, вот такое как бы меселание, то есть смесь такая, вот, их положение. Непределенность перевода, объект теории нельзя характеризовать абсолютно, то есть нельзя сказать, что такое объекты теории вообще. Это цитата эсквально, я обобщаю сказанное выше, да, так, хорошо, ага, да, вот непределенность перевода, она ведет к тому, что возможность сосуществования двух несовместимых переводов, двух и трех и сколько угодно. Мы считаем, что за, как бы, вот, ну так, мы теперь понимаем, что вот нет такой единой реальности для всех, да, но тем не менее мы считаем, что, скажем так, вот, ну, если говорить по Платону, да, вот, есть идея любви, эроса, да, эрос, вот, эрос поэзии арабской, но уже прекрасные стики про любовь, так, эрос античности, эрос ренессанса, ну, вроде как, одна тема, да, вообще-то, ведь это разные эросы, это разные миры, разные миры, и их можно с друг другом соотносить, конечно, будут варианты, но будут и серьезные отличия, отличия, вот, это не, и надо быть к этому готовым, понимаете, надо быть к этому готовым, значит, что упование на однозначное стопроцентное понимание, оно наивно, наивно, да, так что, когда мы что-то эксплицируем, а мы это делаем постоянно, мы не должны быть максималистами, мы должны понимать, что такая экспликация всегда условно, всегда относительно, о чем, собственно, я хотел сказать Куайн, когда я говорил об антологической относительности, вот, антология относительно, эта относительность, она задается языком, задается выбором теории, задается, ну, принципами перевода, которые мы декларируем, и так далее, и так далее.